Всем добрый день, я Ирина Коуц. Вообще по образованию я инженер и финансист. Я сделала очень хорошую карьеру в Украине, но с началом войны моя жизнь изменилась, и я переехала в Великобританию. Это очень сложный был период. По сути, я начала жизнь с нуля. У меня тяга к творчеству была всегда. Я занималась и танцами в детстве, и музыкой, и искусством, то есть всем. Но работала я как бы топ-менеджером крупных компаний, немножко в другом направлении. И вот в связи с войной, в связи с переездом, то, что я хотела обеспечить сохранность своих детей, в безопасной жизни, я полностью открыла здесь с нуля студию интерьерного дизайна. У меня два направления, поскольку я инженер. Первое – это дизайн непосредственно, и второе – это вол-арт. И, естественно, я провожу воркшопы для детей, для взрослых. Учу креативу, учу арту, учу искусству. То есть сейчас это основная часть моей жизни, очень важная. И я стараюсь развиваться все время, учусь новому. Даже учусь здесь два года, отучилась на констракшене, для того, чтобы знать архитектуру, именно английскую. Но мне это очень интересно, я обожаю дизайн. Вот. И я хотела представить сегодня мою картину «In spite of». И рядом, просто к слову скажу, это три картины, которые тоже победители. Они заняли второе и третье места в конкурсе. Это картина «Love», картина «Depth» и картина «Ухо слышит все». Очень интересно, я одно слово скажу. Картина «In spite of» посвящена, не удивляйтесь, бомбардировке Ахмадетов 8 июля этого года, когда детей маленьких, которых оперировали, которых лечили от рака, попытались убить. У меня было безумно мрачное вдохновение, и я подготовила черную краску. Ну и, наверное, это было очень странно, что у меня пошли на полотно очень яркие цвета. То есть я убрала такие. Ну, тут есть черный цвет, естественно. Это протест. Это мой молчаливый протест против войны. Я за мир. Я за то, чтобы как можно быстрее это остановить. И я считаю, что жизнь должна победить. Она обязательно должна победить войну, и не место горею и разрушениям на нашей планете. Вот это такая история. Использовала я здесь акрил, текстурную пасту, бумагу тишью. Это папирусная бумага. Потом пастель тоже. Ну вот и голд лифт, золото. Вот золото я вообще использую, потому что вот картина Love, например, в моем понимании, любовь – это экспрессия, это динамика. Это, ну, ни в коем случае, там, ну, не мягкие пастельные тона. То есть скорее это все-таки движуха, движение. Вот. Точно так же я использовала в картине глубина, контрасты. Это мои любимые цвета, в принципе, все представлены. И еще два слова скажу о картине уха. Мой отец физик, ученый. И он всю жизнь работал над теорией, что мысли, как бы колебания барабанной переполкненьки отражают мысли человека. И вот это ухо, я не знаю, вы видите или нет, это абстракция, это ухо. И, в принципе, тут тоже текстурная паста, акрил. Это симфония, по сути, симфония звуков, симфония мыслей. И ухо здесь не просто приемник этих звуков и мыслей, а участник этой симфонии. Мне очень приятно присутствовать, принимать участие в этом конкурсе. Я очень благодарна Golden Time Teller за то, что так высоко оценили мои работы. И надеюсь еще быть вместе. Всем огромное спасибо за внимание к моим работам. Всем пока!